здравствуйте дорогой зритель сегодня будет не совсем распаковка сегодня будет разговор разговор будет серьезный возможно кому-то советы которые здесь прозвучат либо информация которая прозвучит будет полезно а сразу скажу данное видео уйдет в уголок подонка по причине то что здесь будет присутствовать ненормативная лексика а иначе я думаю не выдержу поэтому ребят и девчат да а если вдруг вы не приемлете мат ненормативную лексику пятое десятое закройте это видео и пойдите посмотреть какие-нибудь мультики разговор пойдет о пидорасах только не о тех которые до вступают в гомосексуальную связь с другими мужчинами о которых которые работают на почте до зачастую на почте работают приятные хорошие обыкновенные люди но там также есть и пидерасты блять мудаки и вот сука блять за хвост и обпитак ублюдки что произошло дают мне эту посылку я ее получаю и смотрю она так вот здесь вот сбоку скрыта я открываю и вижу что там внутри пупырка тоже вскрыта и находится коробка без телефона соответственно происходит изменение веса а по этой причине я от нее сначала отказываюсь то есть вот видно да написали отказ а ее уже отправляют назад я связываюсь с продавцом и продавец дает миш будь любезен не отправляю назад я говорю почему а мне он говорит то что если ты ее отправишь назад мне просто придет пустая посылка и все а если ты откроешь спор по причине пустая коробка то тогда алиэкспресс а он отправлял доставка алиэкспресс мне все компенсирует так но давайте я вам наверно покажу копию на которой я уже закрасил все это дело а значит что мне на почте сделали мне на почте а я попросил бы верните пожалуйста обратно я ее получу а сделали акт о дефектном состоянии мпо и разницу в весе значит где в упс московский то есть это уже на выдаче а по тататататататата из внуковского цеха упс московский мелкий пакет и так далее и тому подобное оболочка повреждена доступ к вложению разница в весе был 438 а стал 260 они перезаклеили и скотч на 5 грамм больше стало а при проверке оказалось отсутствует часть вложения телефон составить 4 экземплярах для 7 3 давайте посмотрим как это выглядело украл туда посылку вот хорошо украл бывает украдет ее целиком чтоб китайцы не попал на деньги чтобы ты не попал на проблему то есть туда вот придешь вскроешь без камеры бах внутри нет телефона нет телефона не факт что без видео у тебя спор примут не примут у тебя спор а на выходе у тебя получится такая беда что ну ты попал на деньги да телефон стоит двенадцать лично серьезно это как тоннер аккуратненько ножичком жиг-жиг вырезал пиздюк блять маминой кофте вот и что сделал и забрал просто сам телефон для чего он это сделал мое мнение то что там там забрать коробку выходить с почты поймает служб безопасности пидорасы выебут и посадят уволят в одну статью ну что собственно говоря логично будет да а телефон но он приходит на работу без телефона ну нахуй пидорасу телефон да то есть там дома у него мужик сидит знает то что он на работе придут десна жахнутся в жопу поебутся ну и хуй ему звонить да это же не баба которая названивает хотя может быть тоже название не знаю вот и что он делает он приходит без телефона на работу пиздит телефон из коробки каждую сука наверно свою смену старается так сделать и после чего выходит с ним как со своим вставляет туда сим-карту 5 10 и короче все хорошо в принципе чисто технически если бы у нас не замучили ментов бы по самой неболось если бы это ну реально было нужно да то есть ну почта это большая организация можно было бы делать что берем имей есть ну так где включился телефон проблем никаких нету все дела отследить можно нет да это нахер никому не надо у меня зато теперь есть халявная коробочка зарядка до переходничек стеклышко и бампер силиконовый учитывая то что у меня ребенок пользуется таким телефоном я думаю пригодится до оригинальной зарядкой тогда значит ребят смотрите ситуация следующая очень важно очень важно да если у вас произошла такая вещь а связываться с китайцем потому что но когда алиэкспресс ему компенсирует али это большая группа до алибаба то есть них там денег как у дурака фантику все хорошо китаец но реально он может ну там заметить серьезно заметить эти деньги да то есть ну надо понимать что у них там зарплата не там не очень большие судя по всему вот поэтому надо с ним связываться и уточнять каким образом лучше сделать не принимать посылку как таковую чтобы она ушла обратно а и он сделал там претензию может быть он сможет сделать претензию отправителю зависимости от того кем он отправлял а либо наоборот ее принять и собственно говоря сделать видеораспаковки приложить все это дело к спору и по спору вернуть деньги это собственно говоря одна из причин почему а многие говорят нет я соли заказал да там два месяца прождал посылку нихрена мне не пришло а я по спору вернул деньги но телефон мне нужен да давай лучше как бы куплю тебя там может быть чуть дороже да но зато это гарантированно быстро придет да вот и имейте ввиду да берете посылочку посмотрите нет ли вскрытия собственно говоря все достаточно просто легко доставка была лично спор автоматически ушел на обострение а мне хватило фотографии что посылка в обклейке почты и есть акта дефектовки продавец приложил видео о том как он это запаковывает отправляет ну поэтому все остались в принципе довольны вот пидорас который пользуется этим телефоном телефон хороший чуть делать да вот пидорас хорошим телефон может он его продал и с этим телефоном уже какой хороший человек ходит кто его знает не скажу что с этим делать непонятно в губ почта это та еще организация вот и треков у меня на самом деле большое количество пропало после сортировки то есть далеко не первый случай поэтому будьте готовы к такому развитию событий и сильно не переживайте если это произошло вы просто теряете время но не более того затем все желаю вам чтобы все ваши посылки доходили в ценности сохранности проблем чтобы никаких не было ну и всем пока до скорых встреч